приветствую всех любителей малой сельской механизации разговор пойдет о мотоблоке mb90 и особенностях его конструкции очень часто все спрашивают а сколько же масла заливать корпус кпп для того чтобы залить масло в кпп узнать его уровень предусмотрена пробка уровня она находится в районе вала отбора мощности с правой стороны по ходу движения мотоблока и в инструкции написано четко наливаем масло по заливной пробке по уровню затем пробку заворачиваем и наливаем плюсом еще 2 литра почему это так прописано в инструкции казалось бы но и же пробка уровня этого достаточно но нет наши могучие инженеры что сделали весь мотоблок собран через зад вот по какой причине я уже говорил что сальники установлены вот таким вот образом они установлены корпус бортового редуктора причем изнутри они устанавливаются еще фиксируется дополнительно стопорным кольцом то есть для того чтобы сменить сальник нужно вот таким образом поступить разобрать полностью бортовые вот и что мы всегда видели на бортовых из заливная пробка она же пробка уровня если вная пробка она вот здесь вот изнутри находится и казалось бы залей масло и радуйся одно нет сальник который устанавливается на полуось дифференциала он также устанавливается изнутри вот его показывал он там внутри его отчетливо видно но чтобы было понимание мало того что он ставится изнутри это пол дела ставится он изнутри но добавок ко всему скорее всего при проведении токарно-фрезерных работ на заводе видите да сальник просто болтается установить то его установили но не на место он просто здесь есть но свою функцию и как сальника он не выполняет вот потому что он находится в свободном полете попытка вытащить его удалить конечно же ни к чему не приведет нужно обязательно откручивать полностью вторую половину бортового редуктора и тогда появится доступ к этому сальнику но инструкцию пишут грамотные люди поэтому вот мы видим уровень мы налили масло оно все перетекло в бортовую заполнила полость мы закрутили пробочку потому как сами ты здесь можно сказать отсутствует и налили еще сверху 2 литра то есть по литру уходит предположительно каждую бортовую это уровень масла у нас вот он как раз если посмотреть провести линию вот он как раз у нас по бортовую мы налили и сверху два литра это как раз чтобы у нас все шестерни остальные погрузились вот такая незатейливая простая процедура объясняется на вот такой установкой сальника свободная такая назовем ее свободная установка сальника принципе могли бы также свободно установить шестерни подшипники взять их высыпать из тазика внутрь кпп и они каким-то волшебным образом должны были расположиться но с этим на заводе все отлично установлено все достаточно хорошо вот но вот с сальниками есть такая видимо проблема как это происходит почему это происходит не знаю ну как показала практика объем масла у нас общий корпус кпп и бортовые редуктора хотя на некоторых моделях сальники не установлены хорошо там это все разделено так что вот имейте ввиду если вы пытаетесь заменить масло бортовой мотоблок мб-90 и отсюда вытекает более чем вот уровень здесь примерно так наверное грамм 500 более чем 500 грамм то имейте ввиду что у вас вот сальник установлен установлен таким образом свободном полете не стоит расстраиваться самое главное чтобы оно здесь было плохого в этом нет ничего просто это особенности конструкции уж простите за видео самая вертикальная как говорят кто сам от вертикально будет предан анафеме когда-то и выкладывает ролики на youtube ну видимо я в том числе так что вот такие вот дела нужно обязательно отмывать всю гадость потому что как бы вы не мыли а при этом я перед этим все это отмывал сам корпус мотоблока отмывал мойкой высокого давления в корпусах бортовых заливал бензин наверно пару раз промывал сливал но то что вскрытие показывает что вы мыть все нечистоты практически невозможно а разобрал мы добьемся того что будет корпус кпп и корпус бортовых идеально чистый соответственно подшипники шестерни все будет работать в идеальной чистоте и с наличием смазки вот наверное сейчас откручу корпус все-таки извлеку этот сальник не дай бог он попадет где-то под шестеренку наделает бед запчасти на этот мотоблок на сегодняшний день найти невозможно проще купить еще один то есть вот иногда приходится делать так же давайте проверим как раз вот как выглядит с этой стороны а здесь ситуация смотрите аналогичная вот вытащил и вон они сальнички он свободном полете и с другой стороны так что вот друзья не переживайте все стабильно и все отлично всем успехов благ и добра короткий экскурс в мир мотоблока мб-90 и его внутреннее строение качество сборки вот но при этом мотоблок шикарных несмотря на то что вот присутствует такие можно конечно доработать отнести токарю проточить вот эти воротники сажать сальники снаружи и менять их в любой нужный момент как только появилась необходимость как то так ролик несколько затянулся уж простите ну ешь показать что интересно так что еще раз всем спасибо успехов